Доченька моя любимая, ну как же так? Осталась только нелюбимая. Да, пап? Ты хоть после смерти сестры можешь себя вести не как стерва? Стерва? А Ритка у вас святая была? Нет, папа, Рита была ленивая, наглая и бессовестная. Между прочим, она у меня украла сережки и кольцо с бриллиантами. Но для тебя она все равно самая лучшая, да? Вик! Редактор субтитров А.Семкин У Виктории месяц назад умерла младшая сестра Маргарита. Незадолго до этого у Виктории пропали дорогие украшения. Мне нужно связаться с моей покойной сестрой Ритой. Месяц назад у нее отказалось сердце, а прямо перед этим она украла у меня кольцо и сережки с брюликами. Мне нужно знать, где они. Проходи. Присядь. Назовите имя того, с кем хотите связаться. Маэстро Рита. Возьмите меня за руки. Рита. Рита. Она здесь. Где мои украшения, которые ты украла? Она говорит... Вранье. Хочешь сказать, я вру, что ты воровка? Она говорит... Катюша. Какая еще Катюша? Она ушла. Я задала сестре конкретный вопрос. Где мои брюлики? А ваша Надежда сказала, Катюша и вранье. Надежда говорит то, что слышит. Узнаю свою сестру. Сказала какую-то ерунду из вредности и ушла. Она не стала бы выходить на связь из-за ерунды, как ты говоришь. Сестра хочет сообщить тебе что-то. Может, хочет помочь. Помочь? Ритка избалованная эгоистка. Она родилась, когда мне было пять лет. Она была болезненной, поэтому родители всегда с ней носились. Все лучшее доставалось ей. Вот она и украла мои украшения. А признаться, даже с того света кишка тонка. Ты не брала я твои украшения. Кроме тебя, у меня дома за последнюю неделю никого не было. Нафига мне нужны твои брюлики? Да тебе просто не дарит этого никто. Да просто я не готова спать с мужиками за цацки. Это тебя всегда тянуло на мужиков с кошельком. Они тебя платят за то, что ты перед ними стелешься. Что прошлый твой женатик, что Олег этот, который полгода у тебя живет и тебя юзает. Олег, между прочим, живет на два города из-за бизнеса. У него своя квартира в Питере. А ты просто мне завидуешь. Вика, прикрати, ты так сестру до инфаркта доведешь. Отец всегда вставал на сторону Риты. И покойная мама тоже. А Риточка из них в веревке вила. Вечно больной прикидывалась. У нее же отказалось сердце. Значит, она правда была больна? Ну, у нее правда было слабое сердце? Но это ее не оправдывает. Короче, я поняла, что она не скажет, где мои украшения. Ну, и черт с ней. Ненавижу ее. Я видела, что Виктория злилась на покойную сестру. Она была уверена, что именно Маргарита украла драгоценности и решила найти их во что бы то ни стало. Не переживайте, растаможим ваш товар и доставим в лучшем виде. Да я о делах сейчас не думать не могу. Все из рук валится. Олег, мы же хотели вечер провести вдвоем. Без гостей. А я вообще-то твой отец. А отец не гость? Знаешь, пап, когда-то тебя заботили только Ритка и мама. А когда обеих не стало, ты вдруг решил общаться со мной по остаточному принципу. Вик, прекрати. Он пришел не к тебе, а ко мне. Дела обсудить. Обсудили уже. Провожать не надо. Ну, он вообще-то твой отец. Да он хуже отчима. Знаешь, как он меня в детстве муштровал? За четверки отчитывал. Пришла домой на пять минут позже, все, наказано. А Риточку они всегда баловали. Ну, не заводись. Не заводись? Знаешь, когда я поняла, что я никто для папы? Когда он на похоронах мамы, ко мне даже не подошел. А от Риты он не отходил. Вит, успокойся. Риты больше нет. А ты все залишься. Алло, Катюш, не могу говорить. Перезвоню. Что за Катюша? Да это моя новая ассистентка из питерского филиала. Услышав имя Катюши, Виктория занервничала. Ведь именно это имя ей передала через мою племянницу Надежду и ее покойная сестра. Хочешь сказать, что эта Надежда реально связалась с Риткой? Да, в это невозможно поверить. Но Ритка передала через Надежду два слова. Вранье и Катюша. А вчера Олегу звонила какая-то Катюша. Обалдеть. Ты думаешь, Олег спит с этой Катюшей? Не знаю. Мне он сказал, что это ассистентка из питерского офиса. Да. Хорошо устроился твой Олег. На тебе не женится, живет на два города, ни в чем себе не отказывает. Я бы на твоем месте устроила ему допрос. Я понимала, что Виктория была на взводе. Тем же вечером она решила задать Олегу прямой вопрос. Правда ли он изменяет ей женщины по имени Катюша? О, привет. А я тут решил немного... Олег, скажи, та Катюша, которая тебе вчера звонила, она твоя любовница? Да ты чего? С чего ты это вообще взяла? Ну, я же не знаю, что у тебя там в Питере происходит, когда меня нет рядом. Зайка, нет у меня никого в Питере. Катя, это моя ассистентка. И вообще, утраченное нужно восполнять. Какая прелесть. Спасибо. А можно я их надену, когда мы с тобой в выходные пойдем в какой-нибудь ресторанчик? Ну, я же в Питер уезжаю по делам. Месяц назад Виктория похоронила младшую сестру Маргариту. Незадолго до этого у Виктории пропали дорогие украшения, и она была уверена, что Маргарита причастна к их пропаже. Она обратилась к Надежде, и та передала слова Маргариты «Вранье» и «Катюша». Виктория услышала, как ее мужчина Олег назвал кого-то по телефону Катюшей. Виктория решила, что это его любовница, на которую указала ей покойная сестра. Но Олег сказал, что Катя – его ассистентка из питерского офиса. Я на вокзале, ты где? Это не Олег. Тебе Катя звонила? Она ждет тебя на вокзале. Ты же говорил, что это твоя ассистентка из питерского офиса. Так она здесь сейчас по проездам. Мы вместе в Питер едем. Чё ты меня прессуешь? Виктория не поверила Олегу и решила проследить за ним. Она хотела увидеть ту самую Катюшу, на которую ей через мою племянницу Надежду указала покойная сестра. Алло, Настя. Похоже, она и правда его любовница. Я сейчас проследила за ними. Ей лет 20 максимум. Никакая она не ассистентка. Она здесь. Вы можете задать вопрос. Рит, ты в прошлый раз сказала вранье и Катюша. Олег что, врет мне? Он изменяет мне с этой Катюшей? Она молчит. Рит, ответь! Она говорит «Кольцо» и «Австралия». Я все поняла. Эта Катюша не просто любовница Олега. Она либо жена, либо невеста. Сестра говорила про «Кольцо». Она, наверное, помолвочная или обручальная. Только при чем тут Австралия? Ты не знаешь, женат ли твой мужчина? Он говорит, что нет. А паспорт, я его не видела. Неужели моя сестра была права насчет него? Бу! Ты что, дура, что ли? Что, твой в Питере опять? У него бизнес-конференция. Ну-ну. И ты, как обычно, ему веришь. Он в Питере поместится и тусуется. И фиг знает, чем там занимается. А потом приезжает к тебе в твою съемную квартиру. И вот почему у него нет жилья в Москве? Отвали! Зря я велась на провокации Риты и так злилась на нее. Ты считаешь, она провоцировала тебя? Не знаю. Но меня правда всегда напрягало, почему Олег живет на два города. Но я молчала. А вдруг он и правда живет со мной в Москве, а в Питере кувыркается с этой Катюшей. Так может, не стоит так на сестру злиться? Может, она с того, Света, помочь тебе хочет? Угу, конечно. Разве только в качестве извинения за украденное украшение. Ритка. Перестань говорить загадками. Тебе же там все видно. Подай хоть какой-нибудь знак. Олег правда мне изменяет? Виктория наконец задумалась над словами покойной сестры. А вдруг сестра права и Олег живет на две семьи? Но что означали слова «Кольцо» и «Австралия»? Сначала мама ваша умерла. Теперь Рита. Одна ты у меня осталась. Наверное, я хотел, чтобы это я умерла, а не Рита. Милая, прекрати. Я очень тебя люблю. Я думала, что вы Риту любите с мамой больше. Нет же, глупая. Просто ты всегда была сильной, а Рита слабой. Мы с мамой тобой очень гордились. Почему ты никак не успокоишься? Ты постоянно мне это говоришь. Я всегда хотела доказать, что я круче. Что я достойна уважения. Редко правильно говорила. Я всегда все терплю, прощаю мужикам. На том я и погорела. В смысле? Мне кажется, Олег мне изменяет. Да с чего ты взяла? Олег порядочный мужик. В бизнесе чистоплотен. Тебя любит. Мне кажется, у него есть любовница. Он сейчас в Питере и не отвечает мне на звонки. Да ну не может быть такого. Я понимала Викторию, которая больше не могла терзаться сомнениями и решила все выяснить. Она поехала в Санкт-Петербург к коллегу, чтобы удостовериться, что Катюша его любовница. Вика, ты как здесь? Ты не отвечаешь мне на звонки и сообщения. Уехал с этой Катюшей в Питер. Я не верю, что она твоя ассистентка. О, что и требовалось доказать. Пап, это кто вообще такая? Папа? Пойдем, пойдем, поговорим. Почему ты мне не говорил, что у тебя есть дочь? Да мы несколько лет не общались. Катя за границей живет вместе с моей бывшей женой. Месяц назад приехала в Москву. Ну, я предложил погостить у меня в Питере. Пойми, Катя свалилась, как снег на голову. А мы с тобой всего полгода вместе. Ну, я и не стал вываливать на тебя свою прошлую жизнь. А я уже себе напридумывала. Я надеюсь, ты отцу не сказала, что у меня якобы любовница. А то же он прекратит все отношения со мной. Я ему все объясню. Окей. Ты в Москву езжай, ладно? А мне надо с Катей отношения налаживать. Хорошо. Только можно я в уборную схожу? Да, конечно. Я пойду по магазинам пройдусь. Это же мое кольцо! Нету! Но мое! Олег, ты что не узнаешь на ней мои украшения? Ты же сам мне их купил! Катя, это что все значит? Да чего вы ко мне пристали-то? Подавись ты, а! Черт! Прости! А как она могла их украсть? Она что, была у меня дома? Это, наверное, случайно вышло. Я возил Катю по Москве, у меня телефон разрядился. Пришлось заехать вместе с ней. И, видать, пока искал зарядку, она и стащила твои цацки. Прости, я ей устрою. Виктория подозревала, что ее мужчина Олег изменял ей с девушкой по имени Катя. Услышав от надежды слова «Кольцо» и «Австралия», Виктория решила, что Олег женат или помолвлен. Виктория поехала к нему в Питер, и там выяснилось, что Катя была не любовницей, а его дочерью от первого брака. Виктория была в смятении. Она радовалась, что Катя оказалась не любовницей, а дочерью Олега. Но в то же время ей было стыдно перед покойной сестрой за то, что она винила ее в пропаже своих украшений. О, ты уже вернулась? Прикинь, это Катя, дочь Олега. Чего? И ты об этом не знала? Ой, да там все сложно. Катя живет с мамой за границей, и это она украла мое украшение. Я думала, что это Ритка. Мне теперь так стыдно. Вот почему она мне говорила про Катюшу. На следующий день Олег вернулся из Санкт-Петербурга. Виктория решила постараться забыть неприятную историю с кражей украшений. Соскучилась? Ага. Прости, я должна ответить. Виктория увидела, что Олегу звонят с иностранного номера. Она решила выяснить, из какой страны ему звонили. Австралия? Кто звонил? Да, из Питера по работе. А, из Питера. Понятно. Слушай, а твоя дочь уже вернулась домой? Нет, она решила еще в Питере поцеловаться. Понятно. Скажи мне, а твоя бывшая вместе с дочерью, они где живут? В Австралии. В Австралии? В Австралии? Ну, Олегу вчера кто-то звонил из Австралии. И Ритка говорила, Австралия. Вот занята. Его жена и дочь живут в Австралии. Но дочь не могла ему звонить, потому что она еще в России. Так кто звонил Олегу? Ну, может, бывшая. Хотела узнать, как там дочь. А зачем тогда он мне наврал, что звонок из Питера? Она пришла. Задавайте свой вопрос. Рита, помоги. Я чувствую, происходит что-то нехорошее. Олег мне врет. А ты говорила, вранье, Австралия. Она говорит. Вкусно. Иди туда. Не понимаю. Закройте глаза. Я чувствую вкус любимого медведка Риты. Она его всегда только в одной кофейне покупала. Сестра сказала, мне нужно идти в ее любимое кафе. Спасибо вам большое и Надежде за помощь. Сестру благодари. Это она тебе помогла. Господи, какая же я стера. Я так стыдна перед сестрой. Она мне даже после смерти помогает. А я ее в гроб загнала. А где папа? В магазин за продуктами ушел. Тебе не стыдно вообще? Весь день сидишь в телефоне, пока папа за продуктами бегает. У меня тахикардия. Я лежала полдня. Ой, только не прикидывайся, больной. Ты сидишь на шее у отца и ищешь, кому бы еще присосаться. Что ты несешь? Ой, а что это ты овцу-то из себя строишь? А не ты ли хотела богатого женатика из семьи увезти? Залетела от него, хотела к кузу привязать. Да ничего не получилось. Аборт пришлось сделать. Рита, ты сделала аборт? Встречалась с женатым? Дура, я тебя ненавижу! Той ночью у Риты случился сердечный приступ. Это я ее довела. Как мне теперь с этим жить? Ты ведь не желала ей смерти, верно? Нет, конечно. Я сейчас ругаю себя за то, что всегда соревновалась с Ритой. Ревновала родителей к ней. Как бы я хотела, чтобы она сейчас была жива. Я могла с ней поговорить. Она ненавидит меня. Знаете, какое последнее слово я от нее услышала? Ненавижу. Если бы она ненавидела тебя, она бы так не помогала тебе сейчас. После смерти. Виктория постаралась взять себя в руки и впервые услышать сестру. Она отправилась в кафе, на которое ей указала покойная Маргарита. Зай, хватит. У нас свободные отношения. Я попросила тебя. На время, когда в Россию приедет наша дочь, не встречайся со своими бабами. Успокойся. Я с отца этой бабы поимел 10 тысяч евро. Так что я купил билеты нам с Катей. Скоро будем дома. Жди. Дома это где? В Мельбурне или в Сиднее? Что ты тут делаешь? Ты одолжил денег у моего отца. И сваливаешь к своей жене? Никакая она не бывшая, да? Я сейчас все объясню. Это дико смешная история. Значит так. Ты либо отдаешь мне деньги, либо я иду в полицию. Прямо сейчас. Олег испугался и вернул мне все деньги. Почему мне так не везет? Правильно говорила Ритка. Я все прощаю мужикам, а они меня используют. Ох, милая, прости меня. Мы с мамой чаще должны были говорить, как мы тебя любим. Но ты была такой ершистой. Мы думали, ласка тебе не нужна. Я стала такой из-за ревности и обиды. Я вешаюсь на всех мужиков и жду от них любви и ласки. Мне так их не хватало в детстве. Прости. Я очень тебя люблю. Виктория, наконец, была счастлива. Она поняла, что ее сестра Маргарита пыталась ей помочь даже после смерти. Виктория отпустила свои детские обиды на сестру. А со временем и чувство вины за ее смерть. Только сейчас она поняла, как важно ценить близких при их жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова